Несмотря на то, что поздняя осень радует тёплой погодой, к отопительному сезону славянцы вполне готовы. А в посёлке Голубая Нива и в хуторе Коржевском отопление домов и социальных объектов выходит на новый уровень в связи с вводом в строй современных котельных. Современные отопительные системы с автоматически запрограммированной работой используют достижения в управлении тепловыми потоками. Работа автоматизированных котельных позволяет существенно снизить затраты на отопление и сформировать благоприятную температуру в помещении. И это реализуется в нашем муниципалитете. Муниципальная программа модернизации, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса в районе работает более 7 лет. С 2015 года в администрации действует программа модернизации. За период действия программы вложено в сферу теплоснабжения более 200 миллионов рублей. Постоянно, ежегодно модернизируются котельные. В посёлке Голубая Нива старая котельная давно уже исчерпала возможности для эксплуатации. Она не отвечала современным требованиям. Для детского сада и школы была необходима новая, более экономичная котельная. Котельная реализовывалась в рамках программы развития топливно-энергетического комплекса. Была подана заявка в министерство ТЭК, которое одобрили. И в 2022 году, в 2023 году была реализация данного проекта. Котельная построена, предусмотрена работа котельной в автоматизированном режиме, что позволит работать без оперативного обслуживающего персонала. Котельная безопасная, обеспечит бесперебойным и качественным теплоснабжением социально значимые объекты посёлка Голубая Нива. Возведение блочно-модульной котельной позволит обеспечить качественным теплоснабжением детский сад и школу. Работать она будет автоматически. Это уменьшит затраты на содержание и оплату труда обслуживающего персонала. И в хуторе Коржевском была большая необходимость в строительстве новой котельной, которая бы снабжала теплом не только социальные объекты, но и многоквартирные дома. И это было сделано благодаря содействию краевых властей. Котельная будет обеспечивать теплом 15 многоквартирных домов и три соцобъекта – дом культуры, детский сад и школу. Котельная также будет работать в автоматическом режиме. Её мощность достаточно для имеющихся нагрузок. Сейчас идут последние приготовления к её пуску. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ